Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Аркану. И, наверное, мы сегодня выберемся из города, сходим, наверное, попробуем в эльфийские руины. Плюс у нас еще есть одна открытая локация с скелетом какого-то там великого дракона. Поэтому, наверное, вот этими делами займемся сегодня по возможности. И посмотрим, что у нас получится. Потому что, ну вот, в РПГшках мне больше нравится как-то исследовать мир, а не сидеть, ходить из дома в дом и общаться с неприятными разными личностями. Лучше пойдем побродим по лесам, по полям, по пещерам по каким-нибудь, да? В поисках каких-то интересных вещей. А то как-то что-то я заскучал в этом городе. На самом деле, не люблю вот большие города. И в том же вот Ведьмаке, да, я играл на запись. Ну, кстати, тут у нас домик какой-то есть. Давайте заглянем. Вот в эти мы здания заходили, смотрели. Ведьмака когда играл, ну, я его как-то забил на него, когда записывал, да? И, ну, потому что мы тогда в Варк начали играть и было уже не до Ведьмака. Люк. Вот. Я потом не на запись еще немного играл. И вот вся моя игра сводилась просто по путешествию. Сводилась вся к путешествию по миру. Просто исследование локаций. По большим городам я вообще не ходил. Мне это так не нравилось. Так. Тут какая-то такая большущая канализация шестого левела упыри. Двенадцатого времени гнилые... Двенадцатого левела гнилые трупы. Крыски небольшие. Вонючие трупы двадцатого. Тут можно лазить очень долго, как я посмотрю. Какие-то стражи тоже. Элементали двадцать пятого. Ёлки-палки. Огромнейшая. Сточный шаркальщик. Ух ты. Пятнадцатого левела. Ну, сюда мне чё-то рановато. Кажется, она бесконечная, смотрите. Вообще просто огромная. Вот это да. Вот это да. Так, ладно. Давайте мы попробуем, может быть, сейчас кого-нибудь тут есть. Вон парочка зомби. Похлопаем их немного. Тут вот где-то один вроде бы ходил. Тут что-то их... О, вот-вот-вот. Вот-вот-вот. Так. Довольно быстро умирают. Давайте мы, кстати, мне ребята подсказали, посоветовали Вирджилу выдать всё же меч. У меня один меч есть у Сога. И теперь у Вирджила. Посох достаточно медлительный. И с мечом, наверное, Вирджилу будет получше. Так, тут вот ещё тоже есть одинокие зомби. Давайте мы их быстренько... Не очень они одинокие. Сохранимся. Даже в канализации тут что-то поинтереснее, чем лазить по городу, по всем этим районам. Заходить во все дома. Я даже не знаю. Так, мы сколько? Два этих взяли. Только два деления, да? Так, это ребята у нас шестого, третьего мелочь. Вот какой-то разбитый сундук лежит. Может там что-то интересного есть. Вот, кстати, можно куда-то... О, нет. На 32-х мы сейчас точно не пойдём. Так. Сюда. Ну, если по очереди агрить этих ребят, то может ещё и получится на самом деле. По одному, по два как-то, если будет получаться зайти вот в эту лестницу. Слушайте, ну давайте, большущая такая канализация. Полазим немного. Сюда идти, мне кажется, особого смысла нет. Ну, может быть, разве что ради вот этого сундука. Ну, давайте посмотрим, может, что-то в сундуке интересное есть. Потом пойдём обратно, потому что тут особо не погуляешь. Ребята такие, мощные. И тут у нас бандиты тусят. Бандиты. Три сундука открытых, красивых таких. Но... А, кстати, мы сможем зайти как раз сюда. Мне почему-то кажется, что они не станут с нами разговаривать. И с таким количеством, ребят, я не справлюсь. Разве что ловушки. Если постелить ловушки здесь, на проходах на всех этих как-то или рядышком. То, может, что и получится. Ну, блин, двадцать шестого левела. Не-не-не, к этим ребятам мы не пойдём. Уровень слишком большой у них. А вот этих можно ещё попробовать, помусолить. О, они травят или это зомби травят? Кто тут травит, признавайтесь. Ну. Ой. Ух ты. С ног меня сбили. И ещё раз. А, нет, меня уже убили, а не с ног сбили. Да. Даже к этим не рановато идти. Так, что мы тут автосейв загружаем, да? Да, ну вот этих можно? Давай их сейчас убить. Вот, кстати, лестница наверх есть. Давайте, может, сходим, посмотрим, куда она нас выведет. На самом деле, вся проблема в том, что у Вирджеломана закончилась. Оп, оп, оп. Тихо, 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 тихо. О, третий прибежал. Давай, 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 давай. Вирджел ты должен. Уходим, 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 уходим. Инвентарь. У меня есть бутылка. Её можно так на тебя использовать. Вот, как, давай, давай, вот, 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 оп, оп. Есть. Теперь надо, чтобы он сога вылечил. От яда. Ну, мы, чё, неплохо так почти пол-левела взяли. С начала серии. Может быть, сейчас ещё тогда этих добьём. Раз у нас так удачно получилось. Разбитый сундук откроем. Пойдём посмотрим на лестницу, поднимемся. О, есть. Всё, вылечились. Хорошо. Ну, блин, я, наверное, всё-таки подожду. Можно было бы, конечно, выйти из канализации и там подождать, конечно же. Но, наверное, мы просто подождём сейчас. Да не, наверное, быстрее будет выбежать. Из канализации. Так, я сходил, восстановил ману. Давайте мы теперь вот этих вот троих мелких ящериц. Я предполагаю, что это ящерицы. Бьём быстренько. Отлично. И... Ммм... Ну, мы оставим. Так. И вот так вот. Оставим эликсир выносливости. Можно этих, наверное, сейчас будет быстренько ухлопать. О, поглушение. Не кстати такое совсем. Так. И кинжала у меня нет. Есть кинжал. Не выпал. Это радует. Так. Ну, Вирджил меня вылечит, я думаю. Там яд не такой сильный. Так. По опыту не особо сильно мы так поднялись. Сюда не пойдём, потому что тут вон 25-го левела. Тут тоже тела такие какие-то стрёмные. 20 с лишним уровнем. А вот сюда можно будет подняться, попробовать. Я не... А, кстати. Стоп. Тут, наверное, мы... Ничего не сделаем и сюда не поднимемся. Просто-напросто. Походу. То есть там лестница вроде бы и есть, а вроде бы и нет. Как-то вот так, к сожалению. Ну, давайте мы уже практически дошли до этой лестницы. Оп-оп. Тихо. Отлично. Ещё разок сохранимся. Мелочь противная тем, что травит ядом. Так они... Вообще беспроблемные такие. Так. Где твой меч? Забрал, Вирджил, твой меч. Хорошо, что они поднимают оружие. Напарников. Так, сохранимся. Всё. Дальше мы точно не идём. Давайте... Ну да. Лестница. Может быть она там... Сверху чем-то завалена или ещё чего. Не знаю. Ладно, пошли отсюда. Сейчас ещё там пачку зомби убьём с другой стороны. Ну и мы ловолапнемся. Что весьма приятно. А тут у нас... Раз, два... Нет, тут слишком много. Если, может быть, ещё одного я бы попробовал. Но дальше смысла идти нет. Поэтому лучше мы вот этих мелких зомби сейчас пощёлкаем. Вот этих вот. Правда, тут четверо. Он сразу так... Может быть, сейчас они немного разойдутся. Более так в разные стороны. Посмотрим. Так, ну раз мы на выходе уже, да, то надо будет сейчас тоже ману восстановить. Хлоп. Ещё раз хлоп. Отлично. Так. Сохраняемся. Как раз ловолапнемся. Ловолапнемся. Оп. Что-то пошло не так. Сок свалился с ног. Надо снова эти маны восстанавливать. Да, это, конечно, не весело так каждый раз бегать. Но не так уж и проблематично на самом деле. По тактике работаем. Так, что там? Сохраняемся? Сохраняемся. Хорошо. Только двое сагрилось. Вот сейчас третий. Как раз практически всё идеально по очереди идёт к нам в ручище. Так, ну раз, я думаю, лучше luck next time. Угу. А вот тут я даже не знаю. Но мы попробуем. И куда мы там, кстати, выйдем? Куда-то выйдем. Вот тут 12 левел, а тут посерьезнее будет, мне кажется. От тех ещё, может, мы и сможем ушатать. Надо попробовать. Мы вообще сюда рановато пришли. Есть ещё один какой-то город. Мне ребята о нём писали. Я тоже помню, что был ещё город, о котором я вот пока нигде не слышал. И не слышал я только по причине того, что с моим персонажем не каждый захочет общаться. И из-за этого я некоторые квесты потеряю. Кстати, откуда у меня столько денег? По-моему, было 11 тысяч на начало серии. Может, с них там золото идёт ещё, когда мы их убиваем? Тихо-тихо. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Вот это... Плохая была тактика. Вообще прям плохая. Но они долго держались. Они долго держались, но не удержались. Так, я вам тогда скажу стоять. Ждать здесь. И сейчас мы... Так меня устраивает. А, где-то я кинжал потерял. Или он поломался? Нет, я его где-то потерял. Кто из вас забрал кинжал, гады? Признавайтесь. Или он где-то под трупом там валяется? Сейчас посмотрим. Виржил? Нет. Нет, не забрал кинжал и виржил. Здесь ничего нет. Слушайте, а где кинжал-то мой? Хммм. А, вот. Я понял, где мой кинжал. Нет, отдай мне мой кинжал. Или, ладно, может, и виржил пусть будет с этим. А я мечик возьму, раз виржилу больше нравится кинжал. Я, в принципе, не против. Так, сохраняемся. Тихо, тихо, тихо. Виржил, живи. Виржил не выжил. Ну, почти всех перебили. Почти всех. Надо просто опять им сказать, чтобы они тут постояли. Пока я сагрю парочку. Отлично. Так. Сохранимся. Может, сейчас тоже парочку получится. Вот один как раз идет. Отлично. Так, теперь надо их немного оттянуть, проверить, что там у виржила с маной. Ну, мана пока есть. Так, сохранимся. О, ну, виржил. Ты молодец. А, ну, блин. Ушатали все-таки его. Все-таки ушатали. Не дают побыстрее. Хочется вот побыстрее всех тут перебить, да? А в итоге, вон, что получается. Что Виржил умирает каждый раз. Даже вот так. Ладно. Стоять. Вот троих. Вот это у виржила скоростища. Может, все-таки надо было бы Согу этот кинжал дать? Кинжал хороший. Согу, мне кажется, больше урона бы наносил бы им. И с такой-то скоростью... О, как раз надо сейчас, чтобы мана восстановилась. Может быть, реальным у Сога будет в руках этот меч посерьезнее. Так. Соги. Ты не хочешь брать кинжал? Странно. Виржил кинжал берет. А я кинжал не беру. Кстати, вот очки. Если восприятие меньше одного, да? Меньше семи, точнее. То восприятие плюс один. Так. Персонаж. У него восприятие... Вот куда восприятие у него одевалось. Он не ранен, как я раньше предполагал. А вот его. И... Короче, очки никому нельзя давать. Они одевают очки и хуже драться начинают. Олени. Ладно, пошли уже. Давайте добьем их. Я меч в руки не взял. О, четенько. Четенько левелапчик. Хорошо? Давайте мы... Да, мне ребята подсказали, посоветовали взять... В разделе грибологии целебный бальзам. Лечит раны легко и быстро. Эта мазь восстанавливает здоровье без нужды в отдыхе и продолжительной госпитализации. Давайте возьмем... Посмотрим, как он... Да, крафтится из двух самых часто встречаемых цветов корешков, которых у меня целый вагон в этом. Это нам... Ну, я думаю, что сильно поможет. Можно будет сейчас накрафтить пойти еще. Ну, давайте мы... Так, это мы зачистим. А вот тут... 12-го левела, ребята. Я даже не знаю. А ну-ка, я хотел глянуть. Вирджилл ближний бой поднял. Лечение. Взлом у Вирджила есть. Так, магия... Где-то магия... О, лечение и отравление у него есть. Класс. Вот это тема. Вирджилл просто молочина. Так, сейчас мы вернемся сюда. Наверное, кстати, пойду, может, сразу бальзамов накрафчу. Давайте попробуем. Может, по дороге мы тогда заглянем в какой-нибудь домик новый? Плорк. Горожанин. Как-то он, кстати... Ну, полуорк, может быть. Ты курьер? Давай сюда записку и ступай. Держи. Мужчина берет ее у вас и осматривает. Проверяя печать. Он выглядит удовлетворенным. Вот, бери деньги и забудь об этом месте. Он дает вам 100 золотых монет. Моя и тища. Отлично. Мы выполнили заданец и получили чутка опыта. Тут у нас непонятно что. Ночлежка Пуна. Мы сюда в эти здания еще не заходили. Так, отмычка, кстати. Это вот хорошо. Мы теперь можем скрафтить еще одну... Вот такую вот отмычку, типа, для Виржила. Я не знаю, будет он ей пользоваться или нет. Нужна она ему или нет, в принципе. Но... Можно попробовать. Так. Это кровать? Я не сразу догадался просто. Ну-ка. Хозяин гостиницы. Давайте с ним поговорим. Твоя кто быть злый день? Что? Ты что, нищий? В чем дело, полуогр? С саркастическим тоном. Ха! Клиент! Мы здесь таких не любим. Моя иметь деньга. Давать деньга. Фехта. Да, да, моя давать деньга в другое место. Да, вот так. Моя иметь деньга. Что ж, в таком случае, чем могу помочь? Понятно. Ничего интересного у него нет. Вроде как... Бочка только закрытая лежит у него. Так. До гостиницы нам еще топать и топать. По дороге... По мусорникам пройдемся, как обычно. Ну, реально. То есть, если там какие-то будут... Вот, например, вот эти, да? Штыри рельсовые. Я буду брать их. Да и ботинок возьму. Пластины металлические. Может быть, тоже понадобятся. Я знаю. Так, что у нас здесь? О, бордель. Бордель, бордель, бордель. У-у-у-у. Какие экзотические услуги. Пойду я отсюда. Мне уже тут не нравится. Так. Нам в гостиницу. Блин, как она далеко, реально. Вот, аж. Мы сюда не бежим. Мы сюда бежим. Где-то, где-то, где-то. И вот, если в мусорниках штыри вот эти часто, вот, да, можно найти. Это вот уже второй как раз. То... Как они называются? Пружины большие. Я вроде не часто вижу. А ловушки очень помогают на самом деле. Прям, ну, очень. Так. Значит, давайте возьмем 3, 4, 5. Раз, два, три. Четыре, пять. Сейчас посмотрим, сколько получится, да, этого дела. Я успешно сделал... Оу, 5 штук получается бальзамов сразу. Это прекрасно. Мы их тогда давайте накрафтим со всех 5 этих. И Вирджилу выдадим. Все. Чудно. Чудно. Вирджил, держи. А, кстати, может, вот этому еще тоже дать? Немного. Я, в принципе, не против, наверное, если он будет лечиться ими. Цветы вот эти достаточно часто встречаются, так что... Я думаю, проблем с ними не будет И вот сюда я их положу Кстати, Вирджилу, наверное, вот эту вот штуковину отдам Держи А свои вот эти, наверное, сюда поставлю Отлично Теперь у нас появились шансы против вот тех вот зеленых зомби 12-го левела Сейчас мы к ним пойдем Ну, давайте мы, кстати, поговорим еще разок на всякий случай с Магнусом Понятно И тут я понял, ребятушки Что Вот эта свободная камера, это реально чит Потому что на карте мы видим только полностью города Когда в город в новый приходим, они у нас города открыты А вот, например, та же вот тоже подземелье Оно у нас не отображается полностью А со свободной камерой мы его можем смотреть спокойно И я в следующей серии, если не забуду пока эту буду записывать Ну, короче, в следующей серии я постараюсь все-таки отключить эту тему Потому что это реально чит Так И мне это уже не нравится реально Ну как, оно прикольно, конечно, посмотреть на всю карту там, да Что где есть Но это что-то не то Вот, кстати, лечилка сработала И у меня что-то нету в руках ничего Возьми меч, не позорься Так Не знаю, кто тут лечился Но у Вирджила мана полная Может быть, я чересчур поторопился, что выдал им все это дело Ну, не знаю Так Давайте сейчас все-таки мы будем выманивать этих Зеленых Как они называются? Гнилых Гнилые трупы, да? Не зеленые, гнилые Трупы Потому что все же, ну, двенадцатый левел, это Это мне ни о чем не говорит Но все равно Может быть, будет достаточно Стоп А Что-то пошло явно не так И Вирджил почему-то Умер Что-то пошло не так явно Так Как так получилось, Вирджил? Почему ты умер? Ты не должен был умирать Совсем не должен был Сколько их тут? Трое зеленых Четверо Оп-оп-оп, тихо-тихо Вот по одному будет то, что надо Пятеро даже уже вижу Пятого Ух, как меня сразу С ног-то сбили Блин, классно, что Вирджил теперь яд может снимать Это вообще Супер Супер-супер-супер Я, правда, не знаю Может, на меня эта тема тоже перестанет работать скоро Так По опыту Ну, по-моему, одно деление мы получили Если я не ошибаюсь Но 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 Я гранату бы кинул бы туда в них Но Не хочу расходники тратить лишний раз Когда вроде бы это не особо нужно Какой-то живучий прям Да, вот мы практически целое отделение получаем Так Мана закончилась у Вирджила Но эти аптечки есть Я не знаю, тратит он их или нет А у тебя как дела? Ооо А он все израсходовал Все, что я ему выдал Ладно, ему давать больше не будем Так Ну, еще тут трое Минимум Надо ману идти восстанавливать, наверное Очень неудобно, что нельзя Ждать прям вот здесь В пещере в какой-нибудь Или в канализации Или где угодно Было бы это реально классно Так, ладно Ф6 И пошли дальше Трое осталось Надо их как-то по одному Аккуратненько сагрить Есть Первый идет Эп, тихо И у Вирджила Наверное, уже маны нет Нет, еще есть Но немного Совсем немного Так, ну Тут еще парочка Такие уже Но хочется залезть туда Посмотреть, что там Куда Куда выход этот Идет Ладно Окей Ждем Кто у нас тут Первый сагрит Так, ну этот Ну ладно Раз он один сагрился Че же уж тут Вообще шикарно Он даже не успел Повернуться К этим ребятам Все за мной бегал Глупенький А вот тут сейчас могут И двое сагриться Надо О, о, о Есть Отлично Вот это так Блин Как он Сам, блин Убился Об него Так, возьми меч Отделки-палки Вирджил Да я меч возьму Мой, пожалуйста Все Стой здесь Я надеюсь У него там А, это кстати Не у меня меч Выпал Соги-соги Держи Маны Видимо нету Вирджила Уже Вот он Сразу Сразу Принял мазь Давайте мы ему Еще парочку дадим И наверное Не-не-не Соги-соги Стоп Постой здесь Рядом с Вирджилом Я сейчас Приведу еще Одного Зеленого Упыря Это был Не тот Упырь Который Нам надо Но тоже Пойдет Главное Не поранься Вирджил Кулаками Бьет Это меч Вирджила Был Все же Но он же Под Вирджилом Был Правильно Ладно Раз Вирджил Больше Любит Кинжал Дадим Ему Кинжал И раз Сог Не любит Кинжал Пусть Будет Так Как Они Хотят Еще Разок Сохранимся Ну-ка Ребята Давайте Один Только Ладно Была Была бы У меня Возможность Стрелять Из винтовки Было бы Проще Можно Кстати Лук Какой Нибудь Придумать Луком Я вроде Пользоваться Могу Винтовками Вот Как раз И не могу К сожалению Так Можно Было Начинать Стрелять Пока Они Уже Подходят Потихонечку Да И Потом Убегать Стреляй Убегай Стреляй Убегай То что Надо Как раз Так Хорошо Критическое Попадание Там У кого То Было Все Супер Ну Что Ты Блин Я Прокачал Тебе Немного Правда Но Прокачал Ведь Урон Кто Там Подобрал Признавайтесь А Я Подобрал Выходит Выходит Да Так Все Мы можем Утим Я думаю Да Вроде Ничего Не осталось После нас Валяться Здесь Им Оно Как раз Восстановили Отлично Так Сохраняемся Смотрим Давайте По углам На всякий случай Чтоб тут Ничего Не было Там Вроде Я Не смотрел Там Не важно Так Вот тут Трое Трое И надо Их Все же Тоже По одному Выманить Ловушки На них Тратить Не хочу Тут Как бы Смысла Особого Мне кажется Нет Они Прекрасно Выманиваются По одному Как оказалось Еще Бегают Прекрасно Так За мной Вообще Просто Молодцы Я В восторге Так Сохранимся Отлично Один Где-то Там Еще Один За стенкой Стоит Воу Застрял Маленько Я Что-то Так Хорошо Сохраняемся И Что тут было Что-то Мне показалось Показалось Так Зеленого Здесь Нет Он может Быть Здесь Мне Ну Реально Кажется Что Их Тут Трое Было Крысы Это Маленькие Да Да Первого Левела Я думаю Мы сможем Если что С ними Справиться И так Да Сам этот Сможет С ними Справиться Да Не пускает Всех Их Затащил Отлично Мы Добрались Не знаю Куда Но мы Куда-то Добрались До До Лестницы И Можем Теперь Посмотреть Так F7 Главное На F8 Не нажать Случайно О Здрасте Здрасте Бандит А это я В этом Слушайте Блин В районе Который Бандитский В этом Городе С 40 С 40 Левела 40 Левела Блин Дверь Открыта Стоит Два Сундука А Сундуки Закрыты Ну Счет Мне кажется Что Это Вот Нехорошо С ним Драться Будет 40 Все Так Ладно Мы теперь знаем Что там Это Хорошо И Теперь Давайте Попробуем Реально денег Больше По-моему Опять же Стало Да Было Может мы За убийство Бабки Получаем Я что-то Не обращаю Вот Внимания На это Дело Но деньги Вроде Растут Прям Не по дням А по часам Это вот Пойдем Тогда Пойдем 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 Куда Мы еще Успеем Пойти Я хотел Выйти Из этого Проклятого Города Куда-то Подальше Походить По По миру Сейчас Пойдем Наверное Пойдем В эльфийские Руины Уже Завтра В следующей серии То бишь Сегодня Может быть Еще Успеем Сходить Ну или Хотя бы Добраться До Этого Как это место Называется Там Где нашли Скелет Последнего Великого Дракона Так Сохранимся Не будем Наверное Пока Деньги Тратить Смысл Особого Не вижу В этом Так Это Вот Здесь Логово Белерогрима Белерогрима Короче Я фиг его знаю Ой Какой-то Хитрый у нас План Такой Давайте Сразу Сюда Пойдем Надо было Сохраниться На всякий Случай Потому что По дороге Нас Может ждать Все что Угодно Сохраняемся И пошли Дальше Ууу Вот это Крыса Вау Двадцать пятого Левела Крысолак Всех Перебило Просто В мясо Вот это Да Но я надеюсь Сейчас мы Ее не Встречем Что-то Было Ужасное Вообще Просто Кто Кто Я даже Не вижу Кто Маленькие Пауки Какие-то Несчастные Это Разница Да Пару Мелких Пауков Которых Мы Затоптали И Огромная Крыса Нереального Размера Волки Какие-то Скромные Тоже Так Сохраняемся И Добрались Добрались Давайте Мы По карте Ой По карте По карте По вот этой По вот этой По какой карте Тут нету карты Оказывается Что Ну блин Все-таки Удобно Конечно Когда вот так Вот можно Осматривать Все это Дело Надо будет Попробовать Как оно В оригинале Задумано Было Да Эта пещера Стала местом Упокоения Белерогрима Последнего Из великих Драконов Пещеру Обнаружил Сэр Уолтер Какой-то В каком-то Там Году Блин Горячий клавиш Не работает Вот Так Все-таки Интереснее Мне кажется Когда мы Не можем Посмотреть Что вот Тут Находится Да Наверное Мы все-таки Так и сделаем Так Бочечки Не Активируются Никого Вроде бы Нету Да Давайте Смотреть Может Какой-то Ящик Тут Есть Кроме Самого Этого Скелета Вроде Скелет Да Такие Раскопки Прям Серьезные Ну Как ни Странно Ничего Нету Да О Так Что-то Есть Вот Еще Бочка Окей Пойдем Посмотрим Оу И проход Открылся Так Это Интересно 18 25 32 Золотишко Так А Тут даже Можно Я думал Нам придется Ящик этот Ломать Я уже Собирался Так Что это Кто это Драгорон Какой-то Драгорончики Какие Ух ты Смотрите Там Какой чудовище Ходит 25 Левела Да Что же Они все Такие Немеренные Драгорон 30 Левела Давайте Мы Посмотрим Мана Закончилась Так Вот Этот Друг Высоколевельный Меня Немного Пугает Ну Смотрите Половину Левела Подняли Надо Пойти Ману Вирджилу Остановить Еще Разок Так Сколько 12 Золота Мне кажется Что Вот С этим Мы Не Справ Ой Тихо Не Справ Ух Ты Ух Ты Это Он Вызвал Огненного Элементаля Вау Просто Просто Ужарили Нас Ладно Ну Хорошо Мы Тогда Я думаю На этом Наше Приключение Здесь Закончим Тут Ловить Нечего Вообще Зашквар Такой Был Только Что И В Следующей серии Пойдем Еще В Эльфийские Руины У нас Есть Задания На Эльфийские Руины Так Так Мисс Кассандра Петтибоуна Хочет Чтобы Вы Похитили Эльфийские Погребальные Камени Недавно Раскопанных Эльфийских Захоронений Попробуем Что Нибудь Там Сделать Вот Ну А пока Что Всем Спасибо За Просмотр Всем Пока И Увидимся В Следующей Серии Субтитры 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 Субтитры